Судьбу свою лишь только ты изменишь. И сегодня у нас тема, как создать идеальную фигуру, как стать лучшей версией себя и что на это влияет. Скажите, пожалуйста, для чего мы едим? Что такое наша пища? И вообще, наше здоровье из чего складывается? Напишите мне, пожалуйста, в чате, для чего мы едим? Вот автомобилисты четко понимают, что если ты машину не заправишь, она не поедет. Значит, бензин закончился, значит, энергии у машины не будет. А для чего же мы едим? Молодец, молодцы. То есть пища – это наша энергия. Отлично. 80% здоровья зависит от питания. Итак, наша задача с вами, да, понять, что жизнь – это движение энергии. И таким образом, чтобы наша энергия была на должном уровне, необходимо не допускать застоев в своем организме, как в физическом, так и в ментальном плане. И чем больше мы движемся, чем выше мы ставим цели, а лучше вообще наполеоновские ставят цели, и чем ярче мы их достигаем, тем выше у нас энергия. И для свободного притока энергии человек должен находиться в состоянии постоянного баланса, и равновесия тела, ума, поведения и внешнего окружения. Энергия поступает к человеку из внешнего пространства по различным каналам. Это еда, воздух, вода, органы осязания, восприятие. Если какой-либо канал по каким-либо причинам плохо функционирует, то энергии по нему поступает плохо, либо не поступает вообще. А значит, энергетика у такого человека будет снижена. И это приводит к слабым результатам и к плохому настроению. На чем сосредоточитесь вы в течение дня? Чему вы даете энергию? Если вы постоянно находитесь в состоянии стресса, так называемое жертвячем, думаем о плохом, смотрим телевизор и в панике от новостей, то мы теряем колоссальное количество энергии. Но если мы воодушевлены, сейчас весна, время обновлений, то есть думаем о хорошем, как привести себя в идеальную форму к лету, чтобы купить новый купальник и радовать себя и окружающих на пляже. И какие действия нужно сделать, чтобы организм быстро проснулся после зимней спячки и быстренько убрать лишние 3-4-5 килограммов, которые мы наели за зиму. Чему мы выдаем внимание? Если позитивный настрой, результат будет великолепным. Мы должны фильтровать поступающую информацию и отслеживать. Чем больше вы переживаете, беспокоитесь, чего-то боитесь, то уровень вашей энергетики будет минимальный. И чем больше внимания вы уделяете хорошему, тем больше энергии вы получаете. Итак, делаем вывод. Пустые переживания пусть и для других. Уделять будем только хорошему. И любые сложности переводим в задачи и их решаем. Очень важно, а какого качества у вас пищеварения. Чем меньше энергии вы тратите на данный процесс, меньше образуются шлаков и токсинов. И больше полезных веществ будет усваиваться. Поэтому что мы делаем? Делаем вывод. Мы должны отслеживать, что мы едим. И какое состояние после приема пищи мы получаем? Если у вас после вкусного обеда по закону Архимеда хочется поспать, и вас клонит в сон, и вы чувствуете упадок сил, значит, надо что-то менять в своем рацион. Стрессы и другие негативные информации, которые поступают к нам из окружающей среды, на нашу энергетику оказывают, наверное, одно из самых разрушительных воздействий. И стресс подавляет энергию в нашем организме и затрагивает процесс пищеварения напрямую. И для их снятия стресса необходимо состояние чего? Релаксации и отдыха, чтобы повысить настроение. Окружающая среда, люди, природа, города также влияют на состояние энергетики человека. Итак, пять органов чувств являются нашими энергетическими каналами. По потерям энергии можно определить, она приходит к нам или, наоборот, уходит. Человек к концу рабочего дня бодрый и свеж или выжжет как лимон, да еще не только выжжет, но и отжат по максимуму. И для активного функционирования нашей энергетики необходимы периоды отдыха, как в физическом, так и в психологическом плане. И раз в неделю необходимо посвящать себе любимый день релаксации, да, можно делать ванны, например, температура ванны 37-40 градусов, и туда добавить килограмм морской соли, одну пачку соды гашеной и пищевой, и ароматизирующие масла, да, полежав 30-40 минут, вы будете просто обновлены. Музыка, то, что вас радует, да, то есть вы должны делать себе подарок. И раз в квартал должны быть мини-отпуск, 3-5 дней. Ваша жизнь, да, это ваше личное развитие. И только от вас будет зависеть, как вы свою судьбу сформируете, как вы будете жить и существовать в идеальной гармонии с собой и с окружающим, любить свое тело, и тело будет вам отвечать взаимностью. Оно будет в идеальной форме и чувствуете, вы будете себя суперклассно. Но если вы будете работать на кого-то, да, то есть и особенно на нелюбимой работе, вы к концу рабочего дня будете терять колоссальное количество энергию. Когда вы развиваете себя, вы увеличиваете свою жизненную энергию. Итак, мы начинаем. Вроде все потянулись, кто хотел. Вот после зимы, скажите мне, пожалуйста, да, то есть мы же режиссер своей жизни. И как вы проснулись от зимней спячки? Как вы себя чувствуете? Есть ли среди зрителей чата, да, то есть кто чувствуется слабость, раздражительность, быструю утомляемость, одышку, сердцебиение при нагрузке, головокружение, частые головные боли, потемнение в глазах при быстром вставании или в душном помещении, пульсацию в висках, да, шеи, возможно ослабление умственной активности, кожные покровы бледные, сухие, у многих, у кого давление склонно к гипотонии, да, то есть оно снижается, упадок сил, бывает частый пульс, извращение вкуса, обоняние, кожные покровы, все свои, и анемический синдром Ирины Королёва очень классно, да, то есть замечательно. Итак, я представлюсь, запоздала, меня зовут Басыра Вероника Николаевна, у меня несколько высших образований за плечами Евроазиатской медицинской академии, лечфак, второе, психология, психоанализ, эриксонский гипноз, нервно-ингвистическое программирование, первичные специализации по гастроэнтерологии, закончила Кикворк университи, имею кучу дипломов и постоянно учусь до сих пор и всю жизнь старалась бороться с весом, так как с детства, а я из семьи заслуженных врачей в России, мне говорили, что у меня гипоталямкзарная форма ожирения и это не лечится. И поэтому есть в чате люди, у кого сильно нарушен гормональный фон или был нарушен и в 16 лет они начинали резко поправляться. То есть либо раньше, в период полового созревания, либо после травм, как у большинства спортсменов. Я хочу сказать, за свою жизнь четко отслеживала три резких подъема массы тела. После травмы в 14,5 лет я резко похудела, потом за 11 месяцев я поправилась на 103%, и эндокринологи не знали, что со мной делать. Они пытались отрегулировать мой гормональный фон, а там зашкаливал тестостерон просто настолько много. Они говорили, как же ты жила с таким гормональным фоном, а жила я великолепно. То есть у меня в 6 часов была первая тренировка для себя любимой, потом школа, прибегающая школа, тренировка либо научное общество учащихся, либо подготовка к соревнованиям, олимпиадам и тренировки такие, прибегаешь 8 вечера домой, быстренько делаешь уроки, то есть школу с медалью, легко и просто. И в течение суток у тебя не 24 часа, а 48. И банальная травма расколола мою жизнь на до и после. И вот первый подъем был на 103% в 16 лет, почему я и пошла в медакадемию, мне безумно хотелось себе доказать, что генетика это еще не самое главное, главный образ жизни и что я обязательно сделаю идеальную фигуру для себя. Второй подъем был во время беременности. У меня в роду обычно вес во время беременности увеличивается на 30-35 килограммов, так у мамы на 35, у тети на 30, у меня всего лишь на 26 килограммов за время второй беременности вес увеличился, потом закончила кормить грудью, еще увеличился. И когда оставалось 200 грамм до центнера, то есть до 100 килограммов, я взяла себя в руки и сказала, я пойду другим путем. И в компании Вижн за полтора года убрала 36 килограммов. И вот сегодня я как раз и хотела показать, как отрегулировать массу тела, то есть и какие главные, важные моменты нужно учитывать. И третий подъем массы тела у меня был два с половиной года тому назад, когда банальный ожог лица не дал мне посещать бассейн. А так как я всю жизнь я ихтиандр, я плаваю сверх в холодной воде, в любой воде, я безумно люблю воду. И надо же такому случиться, что сломался приборчик и нырнул в бассейн. В этот момент подали большую дозировку хлора и как раз мне в лицо. И вот два с половиной года тому назад я приезжала в Москву в маске, то есть лицо было настолько красным, то есть ожог лица, химический ожог лица. И благодаря, конечно, любимому гелю Милейнаму практически ничего не осталось, то есть от прошлого. И чувствую я себя великолепно, но на фоне стресса двух с половиной лет тому назад я поправилась за четыре месяца на семь с половиной килограмм. И на домашнем врачебном консилии мама говорит, ну что ты, отпусти ситуацию, то есть это климатерические вещи, это никуда не деться. Я говорю, нет, 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 я буду бороться. И на мое счастье появился Vision Fit. И за два месяца я вам покажу свой результат. Три размера в талии ушло. Да, то есть в груди плюс пять сантиметров, в бедрах минус девять сантиметров. Секундочку, я просто хотела показать свою фотографию. Фотографию. Да, то есть это сделанное с разницей в семь с половиной недель. В семь с половиной недель. На меня спорили врачи, а у меня врачебный дом, да, то есть спорили три главных врача, сколько пластика я сделала. Да, то есть у меня был шок. Секунду, 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 секунду. Вот, отлично, отлично. Да, то есть это в центре Нижнего Новгорода, в нашем органайз-центре было сделано первая фотография неудачно получилась, но я попробую найти фотографию у других, кто в это время со мной фотографировался. Да, и я даже себе представить не могла, что морг уйти в большом количестве застой лимфы из нижней части тела. Я для себя открыла совершенно новый мир, что можно проблему решать 33 года, как я решала и боролась с весом, а можно решить проблему за два месяца. Да, с помощью чего специальных упражнений и для меня в первую очередь это кинезотерапия. То есть есть упражнения сгибания, разгибания и есть вытяжение. Да, то есть вот кинезотерапия это упражнение на вытяжение. Конечно, я очень жду Vision Fit восьмой сезон, да, то есть и если вы меня поддержите, я понимаю, что сейчас стартовал новый проект Большая Мама, да, то есть если будет много заявок на Vision Fit восьмой сезон и мы бы продублировали, например, Vision Fit шестой и подключили бы главным куратором Ирину Яковлеву, это кандидат наук из Санкт-Петербурга и каждую неделю бы делали вебинары узкоспециализированных докторов наук из разных стран, да, то есть кандидатов наук, то результаты были бы ошеломляющие. Итак, давайте посмотрим, на что, от чего зависит масса тела, от чего зависит вообще внешний вид человека. Итак, возвращаемся к слайдам, да, то есть алгоритм, алгоритм любого заболевания, да, и вот от настроя зависит, я вам хочу сказать, как вы настроитесь, как вы свой корабль назовете, так он и поплывет. Если вы настроитесь на победу, вы можете получить результаты даже более крутые, чем ожидали. И от нервной системы, от настроя, от психики зависит очень много. Поэтому первое, садимся и выписываем, что я хочу, да, то есть по максимуму. Вот не жертвячим, что здесь отрезать, здесь приставить, да, то есть а как вы представляете, свои идеальные пропорции тела. Насколько это важно. Да, и настрой дело великое. Очень люблю Джон Кеха «Подсознание может все», книга, либо алгоритм абсолютно любого заболевания. Если вы сейчас поймете, вы поймете очень многие слабые звенья свои цепи, если вы хотя бы что-то начнете менять, создавая новые привычки, если есть люди сильно мотивированные, как я, да, то есть им нужно все и сразу, я говорю, давайте создадим 12-21 новую привычку. Как? Да, то есть начинаем зубы чистить левой рукой, если вы правша, начинаем есть левой рукой, если вы правша, организм будет говорить, я тебя не понимаю, да, то есть и обязательно делаем себе либо дни отдыха, релаксации, медитации, да, то есть что вам хочется, да, то есть не излишки еды, а вот именно чтобы для улучшения настроек, включаем музыку, начинаем танцевать, радоваться жизни, отключаем телевизор, нужно создать либо войти в сообщество людей позитивно настроить. И если у вас это получится, да, то есть море будет покаленнее. Итак, настрой дело великое. И очень люблю книжку Норбекова «Опыт дурака или ключ к прозрению». Там классная суставная гимнастика, и там столько тараканов можно из головы убрать, да, то есть которые мешают вам жить, творить и радоваться жизни. Итак, следующий слайд. статистикам, немножко статистики, я очень люблю циферки, я прирожденный математик. Нас со всех сторон пугают вирусами, да, страшилками. По коронавирусу могу сказать статистику более двух тысяч человек госпитализировано по России, 204 человека, у которых подтвержден диагноз, а один случай по Нижнему Новгороду, ну, могу сказать, это капля в луже, даже не в море, да, и на это сильно зацикливаться и впадать в панику не стоит. Давайте мы посмотрим, из чего же строится наш организм и откуда растут ноги, ноги, да, то есть у проблем, почему одни заболевают, а другие не. И самое важное, да, это наш внутренний микрокосмос, кто внутри нас живет. И вот вы только вдумайтесь, количество клеток в нашем организме 3,74 на 10 в 13. Это у каждого человека. А количество микроорганизмов, живущих в теле здорового человека, я специально поставила 40 на 10 в 13, а не 4 на 10 в 14 степени. По закону математики 10 в 13 можно аннулировать, и вы понимаете, что в каждой клетке хозяина, то бишь клетке человека, живет в среднем 11 микроорганизмов. Это у здорового человека. Если человек хроник и имеет кучу заболеваний, в том числе и ожирение, это 150 на 10 в 13 среднем. Количество микроорганизмов, живущих в теле человека. Ну, если у человека онкология, это 1000 на 10 в 13 и более. Отсюда мы делаем вывод, что от количества микроорганизмов, живущих в теле человека, зависит наш геном. Секундочку. главные условия 80% нашего иммунитета зависит от чего? От пищеварительной трубки. И кто там живет, тот и правит балм. И если там живут полезные микрофлоры, наши бифидумы, лактобактерии, а именно 14 штаммов, то результат будет обалден. Но у современного человека мегаполиса обычно в кишечнике, дай Боже, 5, 6, 7 штаммов бифидумы и лактобактерии. Штамм это разновидность, это как двоюродная сестра. И есть штаммы, которые отвечают за иммунную систему, есть штаммы, которые отвечают за сердечно-сосудистую систему, и не будет проблем с инфарктами, инсультами, тромбофлебитами. Есть штаммы, которые отвечают за бронхолёбочную систему, и не будет проблем с бронхитами, геммониями, бронхиальными астмами. Есть штаммы, которые отвечают за желудочно-кишечный тракт, за мочеполовую систему, за кожу и так далее. Вот. Поэтому от этого зависит очень много. И с чего я обычно начинаю, то есть я стараюсь восстановить микробиом человека. То есть если говорить языком цифр, то есть все любят копаться, или большинство, на грядках. То есть вы приходите после зимы в свой огород, а все грядки в чем? В сорняках. Вот наша задача убрать сорняки. А что это? Это условно-патогенные и патогенные микрофлоры. И вот от нашего здоровья зависит очень многое. То есть наше здоровье напрямую зависит, кто живет в нашей пищеварительной трубке. Из чего я обычно начинаю? Я делаю капитальный ремонт в желудочно-кишечном тракте. Кого убираем? Вирусы, бактерии, грибы. И вот смотрите, да, то есть это тонкий отдел кишечника. Это наша самая важная всасывающая лаборатория. И если здесь живут стафилококи, стриптококи, клепсиелы, шигелы, протеиси, мыны, палочки и так далее, как все живое, они очень любят питаться, чем? Им же не сосиску, сардельку нужны. Им нужны аминокислоты, им нужны витамины группы В, они лакомятся кальцием, ионами кальция, да, и кремния. Кремния – это вообще король в нашем организме. И как все живое выделяет чего, пардон, токсины. И между ворсинками тонкого отдела кишечника они и накапливаются. И закон физики эти токсины всасываются куда? В сосуд. И огромный перегруз будет печени, потому что печень – это первая скрипка в нашем организме. Вот. И второй очень важный механизм, почему возникают воспалительные процессы в нашем организме, это в сосудах образуются свободные радиканы. Что это такое? Это нестабильная молекула, которая лишилась одного парного электрона на внешней орбите. И из обычной молекулы превратилась в сублезубый акул, которая стремится этот недостающий электрон вытащить откуда, да, изнутренней поверхности стенки сосудов. И как в атомном реакторе начинается реакция. Образуется огромное количество свободных радикалов и организм, чтобы эту микротравму, микротрещину убрать, стремится проблему решить сам. Как? Это ущербное восстановление. Бегут тромбоциты и к ним, как рыба прилипала, плохой холестерин. И образуются холестериновые бляшки. Здесь вот на слайде не нарисовано, но вы понимаете, если толстая стеночка, а до 60%, если просвет в сосуде будет меньше, только тогда появятся клинические проявления. Ну, например, раньше взбегали на четвертый этаж без лифта легко и без одышки, а сейчас поднимаетесь на второй этаж и вам нужно передохнуть. У вас сердце из груди выскакивает, пульс очищается, потливость появляется, да, то есть слабость. Значит, нужно, пришло время делать капитальный ремонт в нашем организме. Но я вас хочу поздравить, что мы же не с таким набором клеток родились, да, то есть мы родились там три, максимум в среднем три-четыре килограмма и каждая клетка нашего организма приходит в этот мир с одной лишь целью воспроизвести себе подобное. И генетический код клетки он уникален. Если стоит улучшить на клеточном уровне питания, как куча токсинов, клетка начинает выводить из себя. С чего я обычно начинаю? И наши предки очень мудрые, да, сейчас вторая неделя поста Великого, да, и все пробуждается после зимней спячки, и вот пост это в первую очередь мощное очищение после зимы нашего организма. А вообще есть люди, которые постятся, да, то есть я хочу сказать отказ от мяса и курицы, да, то есть я бы сделала обязательным весной, да, то есть почему? Вы понимаете, отлично вижу, молодцы, молодцы, да, я к вам присоединяюсь. В первую очередь убирание молочки, чтобы не было слизи образования, да, то есть второе, мясо, особенно свинья, курица, да, то есть мясо птицы, вы понимаете, что наши предки ели натуральные продукты. мы едим полусинтетические, где огромное количество гормонов, антибиотиков, где усилители вкуса, вы же понимаете, за 36 дней из яйца в бройлер без крутой химии невозможно, да, и поэтому если вы хотя бы на 5-6 недель откажетесь от мяса, для организма будет только польза. Вот, я тоже, как вот Евгения, мясо не ем давно, я 14 лет вегетарианин. Да, то есть и вот смотрите, смотрите, нашему организму нужно помогать. Как? Да, то есть с чего я начинаю, да, вы понимаете, что внутри нас это огромный космос и гигантское количество вирусов, бактерий, грибов живет у каждого, у каждого, внутри нас, да, и начинаем полоскать ротовую полость, убираем кучу вирусов и грибов из рота, носа, глотки. Как? Берем фуруцелин, 5-6 пшиков в рот, да, с помощью солюны интенсивно прогултыхали, через 15 минут, через 15 секунд выпрынули. Очень люблю льняное масло. Почему ненасыщенные жирные кислоты омега-3 играют ключевую роль для восстановления слизистой ротовой полости и если мирамистин убирает, представьте, дорогу, да, то есть и усеянную большими булыжниками, да, то есть крупных паразитов убирает мирамистин. А вот в подслизистом слое мелкую гальку, так скажем, да, убирает льняное масло. И одна молекула масла, да, и льняное масло стоит на первом месте, потому что 60% содержится ненасыщенных жирных кислот омега-3, что убирает воспаление. И одна молекула масла, масло льняного притягивает на себя 8 вирусов простейших грибов. Это, по сути, дело рембо. Да, если вы через 20 минут выплюните то, что интенсивно бултыхали десертную ложку льняного масла, в идеале она должна быть содержимая белоснежно-белым. Да, то есть вот как лист бумаги. Да, то есть а поначалу у вас будет фиарем и там будет гигантское количество вирусов простейших грибов. Через три недели, если вы будете полоскать утро и вечер, да, и третий этап отвар коры дуба на водяной бане 15 секунд, глоточек пробултыхали в рот, взяли и выплюнули 15 секунд. Вот эти три этапа играют ключевую роль, чтобы убрать вирусы, бактерии, грибы из ротовой полости, из подслизистого слоя и кора дуба и десневых карманов. Это советую, кому нужно протезирование, подготовка протезирования зубов, но в первую очередь это очень важно, чтобы была идеальная микрофлора в ротовой полости. ИПХ среды во рту слабо щелочная. То есть это играет ключевую роль для начала переваривания пищи во рту. И большие молекулы белка из полисахаридов до декстранов, до средних, уже начинают перевариваться в ротовой полости. второе правило мы едим медленно пережевывая пищу 33 раза пережевывая каждый кусочек. У нас центр голода запаздывает, поэтому если вы хотите убрать за месяц 3-4 килограмма, правило номер один. То есть радуемся жизни, не смотрим телевизор, включаем психорелаксирующую музыку, то есть когда мы кушаем, либо мы говорим только о позитиве, стараемся кушать и смаковать еду и жуем медленно, тщательно пережевывая пищу. Обязательно большая водная нагрузка в течение дня, минимум 2 литра, результат не замедлит сказаться. Дальше. Дальше, да, то есть нужна двигательная активность, да, и конечно мне великолепно подстегивал весной и осенью Vision Fit, да, то есть либо вы сами себя организуете и на первом месте это кинезотерапия, то есть упражнения на вытяжение, это методика Бубновского, это Качеля Юлина, это старославянская методика Белоярд, смотрите, кому чего подойдет. Можно в домашних условиях использовать Норбекова, книгу «Опыт дурака» или «Ключ прозрения». То есть движение должно быть. Ноги это наши насосы. И если вы хотите, чтобы у вас сосуды были в идеальном состоянии и движение по ним было бурным, а не болото, да, то есть нужно двигаться. Теперь по приему витамин-минеральных комплексов. с чего мы начнем, да, то есть так, так, секундочку, 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 да, а мы начнем, а мы начнем, да, с хорошего клеточного питания, да. Помните, да, если представить наш организм как грядку и там гигантское количество сорняков на этой грядке, нам нужно убрать сорняки. Как вы думаете, вот с чего бы вы начали чистить свой организм? Напишите, пожалуйста. Брао, брао, да, самый сильный детоксикат, да, это детокс, да, молодец, да, что делает? Он убирает аллергическую реакцию, он сильнейший иммуномодулятор, то есть, что такое иммуномодулятор? Если лошадь кормить отборным овсом, она будет бежать долго и счастливо, да, но если, если ее хлестать плеткой, да, это стимулятор. Вот детокс, мощнейший иммуномодулятор, он очень мощно чистит печень. Вообще, первая скрипка в нашем организме это печень. И если мы запустим один из многочисленных функций печени, это желчоотделение, это наш растительный антибиотик. Желчь у 90% населения, если сравнивать, 50 лет тому назад вырабатывалось в течение суток полтора литра желчи, то сейчас, дай бог, вырабатывает 400 миллилитров. И многие жалуются на запоры, да, многие жалуются на вздутие живота, да, у многих лямбли, глисты и так далее. Вот если великолепно работает желчеотделительная функция печени и вырабатывается достаточное количество желчи, этих проблем у вас точно не будет. и детокс запускает работу печени феноменално. Королем для запуска печени являются кукерсы. Но это из директ-хитов. А я говорю про классику сегодня, да, то есть и хорошо чистит наш организм на уровне стенки сосуда это а антиокс, да, то есть я смотрю, что мне многие пишут правильно, молодцы и молодцы. И вот антиокс, он убирает воспалительный процесс в стенки сосудов, а вместе а и д, да, то есть а, если д и а, да, да, получается, да, то есть убираются бактерии, то есть это растительный, как растительный антибиотик действует в нашем организме, витаминно-минеральные комплексы, Project V, D и A, да, то есть и стул на третий, пятый день начинает усиливаться, усилится моторика кишечника, да, то есть главное пить много воды, да, должно быть четырех-пятикратный прием пищи, в качестве перекуса я использую наши любимые коктейли, они витамины-минеральные, там 23 витамина плюс и микроэлемента, плюс 10 незаменимых аминокислот, то есть нашему организму не белки нужны, нашему организму нужны части белков, а это аминокислоты, и из них в тонком отделе кишечника, как лего, собирается свой конструктор, для иммуноглобулинов, для гормонов и так далее и тому подобное, и идет на нужды всех органов и систем, и коктейли папарацци безумно нравятся, я вижу результат, я 14 лет вегетарианец, то есть летом была веганцем, голодала, да, то есть мышечный корсет спал колоссально и как только появились коктейли в свободной продаже в большом количестве, мы всей семьей прям очень здорово подсели и буквально через три недели тренер меня уже не узнавали, мышечный корсет начал нарастать на глазах, и я понимаю, что как вегетарианец мне колоссально не хватало незаменимых аминокислот, и коктейль папарацци восполняли этот дефицит. Мало того, в них содержится волокна акации, что усиливает детекционную функцию и убирает кучу токсинов, плюс пребиотики, да, что улучшает микрофлоры в кишечнике, да, это питание для бифидомолактобактерий и плюс белые императорские женщины. Это сильнейший адаптоген. Он содержит 37 сапонинов. Почему раньше это было достоянием только императоров и царей. По один грамм белого императорского женщины эквивалентен одному, ну, эквивалентен одному грамму золота, да, то есть насколько дорог по изготовлению этот продукт. И у нас он есть в коктейлях папарацци. И я еще добавляю вот к А и Д Урсу. Я его безумно люблю. Этот препарат не имеет половой принадлежности. Он убивает 650 видов вирусов бактерий и работая и работая постоянно с инфекциями, да, то есть бесплодие это одно из наиболее часто встречающихся проявлений тех или иных инфекций, да, я вижу, что прием Д, А, Урсула, да, добавляю в отдельный прием и после еды Мегу, да, это готовый иммунитет, и добавляю симбиотики, ПАКС обязательно, чтобы убрать стрессовую ситуацию, потому что запускает любой механизм стресс, и Нутримакс, Н, Н, да, продукт, он уникальный по своему составу, он обладает и противовоспалительным действием, и антиоксидантным, и он содержит в одной капсуле 16 килограммов витаминов и фруктов и овощей по микро- и макроэлементарному составу, и если у вас упадок сил и дефицит железа, да, о чем мы вначале говорили, Нутримакс вам просто не обходил, и у кого есть гормональные сбои, да, очень важно отрегулировать их, да, и запомните, из огромного многообразия гормонов только шесть играет ключевую роль для нас девочек, да, чтобы мы были красивыми, молодыми, ухоженными, кожа и мышечный корсет подтянут, да, и кто это, да, и это в первую очередь мелатонин, да, это гормонно регулирующие суточные, суточные колебания, да, в нашем организме, а проще говоря, да, то есть он нам, нашему организму сообщает, что пора отдохнуть, потому что все процессы обновления клеток происходят когда по сне, да, и если сон нарушается, то на следующий день, если человек не выспался, вы же понимаете, вы будете разбитым, да, и королем является мистик, это из директ-хитов, да, а из классики, из Project V это продукт P, да, то есть темно-синие упаковочки, да, то есть насколько он укрепляет нервную систему, насколько он успокаивает, на меня он действует как снотворный, выпиваю паксы, в полете к подушке я засыпаю, насколько он расслабляет, вот, и мелатонин содержится, ну, в готовом виде в таких продуктах питания, как банан, помидор, рис, кукуруза, да, то есть противопоказаны, просто противопоказаны, если у вас нарушен сон, алкоголь, кофе, курение, да, то есть, ну, где кофеина много, да, и эти вредности блокируют синтез мелатонина, и за два часа до сна, да, то есть, либо вы начинаете отключать все гаджеты, телевизор, вечер трупного дня, убираем и не смотрим, делаем ванную для себя психорелаксирующую, включаем музыку, эфирные масла, прогуливаемся со скоростью 4-6 километров в час 40 минут, да, то есть, глубоко вдыхая, вообще, дыхание животом играет ключевую роль, через 15-20 минут организм начнет колоссально перестраиваться, и поэтому берите за правило 15 минут перед отходом сна и 15 минут после пробуждения, если вы не торопитесь его никуда, то есть, вдыхаете глубоко и надуваете живот, ну, как барабанчик, да, мы работаем на что? мы работаем на нижние отделы легких, да, то есть, а когда вы выдыхаете, вы стараетесь прям к позвоночнику подтянуть и к верху, да, то есть, свой животик, вы двух зайцев догоните, мало того, что будет на клеточном уровне паж среды меняться, да, то есть, в лучшую сторону вы будете начинать резко омолаживать свой организм, но самое главное, вы еще дыханием будете восстанавливать работу желчеводелительной системы, это, по сути дела, висцеральный массаж, да, второй гормон, который очень важно отрегулировать, да, то есть, это кортизол, да, это гормон, он отвечает за уровень стресса и однозначно приводит к преждевременному старению организма, да, если человек в запредельном стрессе, да, а сейчас вся страна в запредельном стрессе, да, не поддаваться панике, потому что, ну, общественное вот биополе негативное, да, то есть, это очень подавляет любую энергетическую субстанцию, да, то есть, поэтому телевизор, вы для себя решайте, нужно вам это, да, то есть, что изменится, если вы будете постоянно смотреть про Италию, Китай и другие страны, там, европейские, да, то есть, что вы там потеряли, должны лететь в апреле куда-то на отдых или на майские праздники и потеряли какой-то круиз, да, то есть, вы для себя решите, да, то есть, самое главное внутреннее спокойствие, да, и П, да, из Project Ви, да, из Arcofarm и Pax, а еще сильнее из Директ Хитов Гипер уберут любую стрессовую ситуацию, да, и для себя решите, вы хотите быть постоянно в высоком уровне стресса, да, кортизол будет зашкаливать, он начинает симпато-адреналовый шок, да, то есть, и как в трубу бездомную будет сливаться гигантское количество строительного вашего материала, витаминов, микроэлементов и так далее, и буквально через несколько дней от недель начнется упадок сил, кожа серая на лице, появятся морщинки, да, то есть, глубокие, либо в зависимости у кого, какой тип кожи, жирность акне, да, то есть, либо наоборот сухости шоушения, да, и этот гормон просто разрушает чего, коллаген и эластин, и наш мышечный корсет начинает прямо свисать, да, то есть, кожа становится дрябой, что для этого нужно? Не подаваться панике, нужно релаксация, гимнастика мозга, медитация, музыка, да, то есть, и прием антипрепаратов, которые противодействуют стрессовой ситуации, да, это очень важно, очень важно отрегулировать гормон инсулина, да, то есть, об этом мы постоянно говорим, адреналиновые качели и всплеск сахара очень травмируют стенку сосудов, и у нас просто идет удвоение, утроение за 10 лет больных с сахарным диабетом, да, то есть, я вам советую, исключите своего рациона сахара и исключите дрожжи, да, и 2-3 килограмма в месяц использую продукт хромвитал, хромвитал, это мой любимый препарат из классики, у меня низкое от природы давление, да, то есть, хромвитал это сильнейший адаптоген, он настолько заряжает энергией, он дает такой прилив силы энергии, и в сутках становится на 2-3 часа больше, это точно, да, вы встаете утром, только доползаете до кухни, да, то есть, через 15 минут после приема хромвитала прилив силы энергии повышается рабоспособность, что он делает, он урегулирует уровень сахара, он не дает всплескам, да, то есть, подъемам и падениям сахарной кривой, но самое главное, в нем содержится хром, и это ДНК клетки мантилов, и процессы физиологического старения замедляются, и 61% незаменимых аминокислот, что содержится в спирулине, препарата Project V, SN, да, то есть, либо Arcopharma, Chromvital, да, они дают ну, колоссальные восстанавливающий эффект, и регуляция гормонального фона на уровне нашего главного щита, это щитовидки. Итак, самый важный препарат, да, то есть, для регуляции гормонального фона и для снижения массы тела, это препарат СВ, да, он регулирует работу щитовидки и поджелудочной железы, и если вы его будете принимать две капсулы сразу, и за час до еды, и запивать большим стаканом воды, он увеличивается всего лишь в 72 раза, да, и мягко начинает чистить наш организм, убирая до 80% плохого холестерина, который образуется внутри нашего тела в течение суток. А почему образуется плохой холестерин? Помните, я вам говорила, свободные радикалы, это защитная реакция, да, ущербная, на что, на воспалительный процесс, протекающий где? В стенке сосудов. И вот 36 килограммов я убрала на схеме, это УРСУ, Д, А, да, то есть я принимала большие дозировки, то есть на 10 капсул, то есть на 10 килограммов одна капсула расчетная. Только это я принимала так, да, то есть в течение двух месяцев, потом дозировку уменьшала, да, что я делала? Я делала капитальный ремонт. Мегу я принимала две капсулы, либо четыре в течение дня, спустя час после обеда, то есть и хромвитал одну-две капсулы утром, одну-две капсулы в обед, свилтформ принимала, за час до еды железобетон, и две капсулы сразу. ПАКС я принимала вечером одну капсулу, да, то есть ну, я еще принимала сидя. Вот, за восемь месяцев у меня ушло 22 килограмма, за полтора года суммарно 36. Вот, и пока вы не отрегулируете, то есть наша задача за два месяца убрать сорняки на грязь. Если мы уберем сорняки на грядке, мы кучу проблем уберем. И заселить бифидом и лактобактерием. И я очень жду, в апреле, в мае должен появиться мой любимый синьор, и тогда море будет по колено, и огромное количество проблем с нарушением гормонального фона и кислотно-щелочного равновесия, да, то есть будет уходить. Продукции Project V А, Д, С, Н, С, В, М, Н, П, ну, и юниор, нео, да, то есть это джуниор, да, для детей последний. Это хорошее клеточное питание. Чудо делает, не Project V, чудо делает организм. Стоит его только почистить и напитать. и я вам советую взять свою судьбу в свои руки, да, и начать действовать от бедра, колоссально почистив свой организм, привести себя в порядок, сделать прическу, да, то есть и пожалуйста. В Нижнем Новгороде на следующей неделе у нас будут проходить проходить большой день здоровья, да, и тут вот Татьяна пишет, подскажите, как раз есть проблема с гормонами и гинекологией. Так вот, как раз и гормональный фон и начнет регулироваться. И я жду 143-го малыша в своей команде, да, то есть благодаря этой программе о чем мы сегодня и говорим. Да, то есть по вере воздастся, нужно только поверить в свои собственные силы. А почистив организм, у каждого свой период очищения. Но за 8-12 месяцев вы сделаете хороший добротный ремонт в организме. За полтора-два года, да, то есть это эксклюзивный уже ремонт будет. Через 7 лет это евроремонт в квадрате. От вас 7 лет давности останется старея 15 граммов, все остальное многократно обновится, в том числе и космосуставная система. И вот в следующую субботу в 10.30 у нас будет большое городское мероприятие в Нижнем Новгороде, и кто хочет, приезжайте. я была приятно удивлена, что люди приезжали на предыдущие события из других стран, летели самолетами по 6 часов только до Москвы, потом еще до Нижнего, да, то есть я была поражена и приятно. Если кто рядом, милости просим. Мы в понедельник или может быть даже завтра сделаем большой пост, как к нам приехать, куда и как взять, ну, забронировать места, потому что зал мы взяли на 50 мест. Вот. Вам было интересно, да, то есть про коронавирус, да, хочу сказать, если вы поднимете иммунитет и о чем я вам говорила, вход в мир живых, это иммунная система, это ДАМ, да, из классики. Я добавляю УРСУ, он 650 видов вирусов, бактерий, грибов и коронавируса, это обычный же вирус, такой же, и УРСУ должен быть по зубам. И если у вас иммунная система на высоком уровне, вы должны быть защищены на 100%. О, Ирина Архипова, я вас очень люблю и ценю и приехать на мероприятие, пожалуйста, да, то есть, итак, вам было интересно, я благодарю всех за присутствующих, за активный чат, да, и до новых встреч, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok